Приветствую вас на канале Девайс! Сегодня на обзоре видеокарта от компании Гейнворд, модель GeForce RTX 3060 Ti Ghost. В описании под видео я оставлю ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на эту видеокарту. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте ставить лайки. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Начинаем! Серия RTX 3060 Ti Ghost использует традиционное решение для охлаждения, дополненное двумя 95-мм вентиляторами, что способствует эффективной системе управления теплом. Черный корпус GeForce RTX 3060 Ti Ghost воплощает в себе минималистичный дизайн, обеспечивающий совместимость с широким спектром корпусов. Подсветка бокового кожуха создает визуально приятную, но не навязчивую особенность, в то время как система охлаждения обеспечивает эффективное рассеивание тепла и обеспечивает минимум шума во время интенсивных игр или мультимедийных занятий. Наличие дополнительной задней панели не только повышает долговечность, но и улучшает общую эстетику. Модель Ghost работает на частоте 2460 МГц, что близко к стандартным показателям производительности для данной серии. RTX 3060 Ti – видеокарта для среднего уровня производительности с чипом NVIDIA нового поколения. Она обеспечивает максимальную производительность при разрешении 1080p, включая трассировку лучей. А при настройках от High до Ultra вполне играбельна с разрешением 2К. Для разрешения 2К с трассировкой лучей вам, возможно, потребуется изменить некоторые настройки, а еще лучше позволит GeForce Experience подобрать нужные настройки для вас. Лучшим вариантом было бы воспользоваться преимуществами таких функций, как DLSS. Поскольку RTX 3060 Ti основана на новейшей графической архитектуре Adela Flays, она оснащена функцией DLSS 3 Frame Generation – новаторской функцией, позволяющей увеличивать частоту кадров с минимальным воздействием на качество изображения. Графическая архитектура GeForce Adela Flays представляет третье поколение NVIDIA RTX – технологией, которая интегрировала трассировку лучей в графику реального времени и игровые приложения. Сама по себе трассировка лучей – это святой грааль 3D-графики, поскольку это наиболее ресурсоемкий способ создания фотореалистичной графики. NVIDIA придумала способ объединить обычную растровую 3D-графику с определенными элементами трассировки лучей в реальном времени, такими как освещение, тени, отражение, глобальная подсветка и размытие при движении, чтобы значительно повысить реалистичность в играх. Даже такая большая часть трассировки лучей требует огромной вычислительной мощности, и поэтому NVIDIA внедрила RT-ядра – аппаратный блок с фиксированной функцией для вычисления пересечений лучей. NVIDIA использует искусственный интеллект для снижения уровня шума, и, следовательно, графический процессор оснащен тензорными ядрами, которые ускоряют построение и обучение нейронных сетей, помимо таких функций, как DLSS. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице я указал средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях – 1080p, 2K и 4K. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана производительность видеокарты падает, однако технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. Ну а обзор подошел к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателей этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях, остальным напомню, что в описании под видео я оставил ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого!